Ты снимаешь, что ли, не понимал? А как же? А что ты снимаешь, Арсений? А надо, чтобы ты снимал растения. Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очередной репортаж с питомника Европлант. Пришла очередная машина в воскресенье. Очень много растений. Даже не знаю, с чего начать. Все красивое. Садовая площадка наконец-таки опять заполнена под завязку. Попробуем пробежаться и посмотреть, что у нас есть интересного. Пока что я вижу совершенно необыкновенную березу. Дабы, господа, вы не поверите, это береза. Я ничего не путаю. На всякий случай всегда полезно еще раз посмотреть на этикетку. Да! Береза. Беталанана. Береза почвопокровная. Оказывается, и такие березы встречаются и неплохо у нас существуют. Вот это ее не максимальный размер листика, но я предполагаю, что он будет не сильно больше, чем сейчас. И вот даже такой вариант почвопокровных растений может замечательно вписаться, мне кажется, в любом саду северо-запада. Наша, не наша пасконная березка, но смотрите, какая оригинальная. Ну что, так, чтобы далеко не отходить отсюда, конечно, невозможно пройти мимо рододендронов. Я постараюсь его сейчас поднять, чтобы вы просто оценили масштаб бедствия. В хорошем смысле этого слова. Огромный рододендрон каролинский. Вот это один из тех рододендронов, которые зацветают первые. Несмотря на то, что цветочки у них не очень крупные, цветовая гамма тоже, конечно, не отличается разнообразием. И смотрите, растение насколько пышно-светущее. И эти рододендроны у нас замечательно зимуют, что немаловажно. Так, это у нас рододендрон каролинский гибридный. Мы не ту... Я так подозреваю, что это канадская селекция. Растение просто очень красивое, как вы сами можете видеть. И прекрасно зимующее. Я все не теряю надежды, что нас посетит специалист по рододендронам. Потому что, конечно, ассортимент достаточно большой. Это и азалии, и рододендроны каролинские, и Катевбинские, и Даурские. Наконец-таки пришли эти яблоньки, о которых нам рассказывала Лена Полякова в своем репортаже из Польши, которые называются Мадонна. Вот они пришли уже все распущенные. Замечательный аромат, одна из самых обильно цветущих яблонь. И эта яблоня не просто декоративная, она дает и плоды неплохого качества. Вот такие небольшие. Уже большую часть партии у нас заказали ландшафтные дизайнеры. Поэтому торопитесь, хотите их приобрести, по-моему, на северо-западе, больше их нигде и не найти. Ну и уж раз мы заговорили про яблони, пойдемте посмотрим, что у нас еще цветет. Потому что яблони, наконец-таки, начали распускаться. Так, это что у нас такая за красавица? Да, это прекрасный Рудольф. Вот так вот выглядит Рудольф в цветении. Одна из самых популярных декоративных яблонь. Так, а это ли у нас не роялти? Случайно. Да, это вот прекрасное роялти. Тоже декоративная яблоня. От Рудольфа она отличается более таким насыщенным, багряным таким цветом. Интересно, как она пахнет. Ну, такой запах с Мадонной, мне кажется, вообще не сравнится ничего. Пойдем посмотрим, что у нас еще есть. Так, это у нас тоже заросли Рудольфа. И, по-моему, на огромных яблонях Брэнди Вайн, которые пришли в прошлый раз, наконец-таки, начали появляться цветы. И яблони-то славятся своим большими и махровыми цветами. И я боюсь, что нам с оператором придется залезть на это большое дерево, чтобы посмотреть этот цветок. Пошли. Бери стремянку. Слышите, но цветы, конечно, потрясающие. Они очень крупные и махровые. Представляю, как будет выглядеть это дерево, когда все покроется цветами. Посмотрим еще два тоже популярных очень сорта. Как бы мне отсюда бы не свалиться. Мама. Одна из яблони, которая у меня, не первый год, уже зимует. Очень я переживал за ее счет, потому что яблоня-конструктор состоит из подвоя, привитого штамба и плакучей макушки. Как, может быть, многие уже догадались, речь пойдет у нас про яблоню Royal Beauty. Ну-ка, давай-ка попробуем к ним подкрасться. Растений на площадке очень много. Royal Beauty одна из самых раннецветущих яблонь. И вот она уже у нас вся отцвела. Вот они. Royal Beauty. Плакучие яблони с поникающими ветками на длинном штамбе, на прививке. Дают вот такие вот красивые плети, покрытые цветочками. И потом на них будут висеть маленькие декоративные яблочки. До самой весны. Так, что тут еще интересного у нас? Так, а, ну вот еще очень популярная яблоня, Apollo. Очень красивая, образует такое вот густой, достаточно густое цветение по всему штамбу. Она, если я не ошибаюсь, карликовая. Не соврать бы. Так, я думаю, что нам надо еще обязательно посмотреть сирене. Сейчас же начинается сезон цветения сиреней. Как же без них? Как бы забраться-то в них? Про сирене мы снимали достаточно много. В том числе сюжет из Ботанического сада. И одна из самых красивых сиреней на выставке, где было представлено более 180 сортов, мне кажется, как раз вот именно этот сорт, Катерина Хавемеер. Замечательный запах вообще, восхитительные цветы, которые, раскрываясь, меняют свой цвет. Цветет довольно долго. Одна из самых долго цветущих сиреней. Кстати, что удивительно, как всегда, все питомники отличаются тем, что довольно часто встречается пересорт. Потому что сирень тоже подписана, как Катерина Хавемеер. Но это явно что-то другое. Хотя очень красивая тоже махровая сирень. Посмотрим, что есть еще. Так, вот распускается белая сирень. Сирень это сирень у нас памяти Колесникова. На которой уже, смотри, размножаются клапы. А я хотел понюхать. Понюхаю другую ветку. Но запах, кстати, у него послабже. Для тех, кто не любит очень сильные такие ядерные запахи, очень нежный, тонкий аромат. Белая сирень тоже махровая, с острыми лепесточками, не закругленными. Ну и как вы думаете, что это? Вот это как раз она и есть. Вишня Депресса. Это почва покровное растение. То есть практически из нее можно сформировать газон. Она ползет выше, чем она есть. Сейчас она не будет. Сейчас уже она отцветает. Вообще цветочки у нее должны быть покрупнее. Сейчас, вероятно, может быть потому, что это деленки такие небольшие. Но вообще по весне я просто видел ковер из нее. Это очень красиво. Ее можно сажать и на склонах. Она прекрасно заполняет склоны. Вообще растение очень интересное. Тоже такая, мне кажется, неизбитый прием в ландшафтном дизайне. Газон из вишни. Запах, кстати, потрясающий. Чем-то черемуху напоминает. Ну что, побежали? Слушай, наверное, надо завязывать. Надо завязывать. Невозможно не упомянуть об одной из самых интересных туй вообще, которые у нас прекрасно тоже себя чувствуют. Туя западная, филиформис. Давно тоже хотел бы посадить в себя ее в саду. Но она к чему-то обязывает. Что с ней делать, я совершенно не знаю. Красивые длинные побеги. Туй растет такими водопадами. Не смотрите, что она здесь небольшого роста. Хотя в очень большом, между прочим, горшке. Посмотри, какие огромные кондиции у этих туй. Ну, у нее достаточно, в принципе, активный рост. Не такой, конечно, как у смарагдов или брабантов. То есть, это низкая туя. Но какая она интересная. Так, сирень раскидистая. Миским. В большом многообразии сиреней, которые присутствуют в садовом центре Европлант каждый год. Сирени Престона, сирени волосистые, сирени обыкновенные. Вот пришла еще такая интересная сирень раскидистая. С виду достаточно невзрачная. Похожа на венгерскую. Цветочек у нее, судя по всему, будет небольшой. Тоже похожий на венгерскую. Чем примечателен этот вид сирени? И конкретно сорт Миским. Он небольшой, вырастает до полутора метров. И по осени имеет очень красивый окрас листвы. Который становится такого багряного, багрового цвета. Поэтому такое растение не занимает много места. И имеет всесезонную декоративность. Цветение весной и осеннюю окраску листьев. Ну вот, на фоне прекрасной яблони Оля. Которую какой-то счастливчик уже отложил и купил. Наверное, мы сегодня и закончим наш ролик. А на днях к нам должна прийти наконец-таки первая поставка от питомника Террика. Приедет Ольга Чененкова. И покажет нам наконец-таки живьем свои прекрасные чубушники и ругозы. Надеюсь, нам удастся ее поймать на площадке. Чтобы она нам что-нибудь еще тоже интересное рассказала. А на этом все. Мы заканчиваем наш репортаж из садового центра Европлант. Мы рады, что вы были с нами. Приходите к нам в гости за растениями. Ну или просто полюбоваться. Продолжение следует...